Манипулятор появляется возле центрального рынка уже второй раз за полгода. Летом отсюда вывезли два самовольно установленных ларька. Еще один был демонтирован 26 января. За три месяца до этого хозяин конструкции получил уведомление от сотрудников администрации. Они предупреждали предпринимателя о необходимости демонтировать объект, который не входит в официальную схему размещения НТО в Нефтекамске. Но он этого не сделал, поэтому 26 января к работе приступили специалисты службы чистоты и порядка. Я хотела бы напомнить, что с 2019 года у нас действует процедура положения о порядке размещения НТО. Все НТО, которые находятся на территории городского округа город Нефтекамск, должны быть размещены в схеме размещения, которая утверждается постановлением администрации. Данный сегодняшний объект не предусмотрен схемой размещения. Мы этот объект вывозим за счет службы чистоты МБУ и порядка. Владельцу будет выставлен счет о том, что нужно будет возместить данные затраты. Это первый ларек, который был демонтирован на территории Нефтекамска в наступившем году. Всего же за полтора года борьбы с незаконными конструкциями он стал 55-м объектом. Цифра весьма внушительная, однако работы по-прежнему хватает. На контроль у специалистов администрации еще 200 ларьков. Предпринимателям не стоит впадать в панику. В случае, если они приведут все документы в порядок, то смогут продолжить работу. Главное, чтобы павильон соответствовал современным нормам внешнего вида торговых объектов в городе. Отметим, что аналогичные требования предъявляются и к остановочным комплексам. Чтобы прояснить все вопросы, предпринимателям следует обратиться в отдел содействия предпринимательству городской администрации. Там готовы к диалогу с бизнесом, ведь конечная цель – помочь им в работе, но только с соблюдением всех норм размещения на городских улицах. Лариса Миронова, Азад Давличин, информационная программа «Время новостей».